Девушки отдыхают Дорогая, все будет отлично, он для этого к нам и приехал, чтобы снова стать медведем Я очень рада, ты здесь будешь превращать его, мне выйти из комнаты Нет, это неинтересно Всем привет! С вами канал Космостар 1 марта актриса Ирина Купченко отпраздновала свой 76-й день рождения За свою многолетнюю творческую карьеру Ирина Петровна создала более 100 замечательных образов На сцене и в кино А многие фильмы с ее участием вошли в золотую коллекцию отечественного кинематографа Героиней Купченко в картинах «Одинокая женщина» желает познакомиться Роман со влюбленных, без свидетелей, обыкновенное чудо «Приходи на меня посмотреть» Училка навсегда покорили сердца сразу нескольких поколений зрителей А ведь мы могли и не узнать Ирину Павловну как актрису Стройная, с красивой осанкой, она с раннего детства мечтала о карьере балерины Не все поклонники знают о некоторых фактах биографии любимой актрисы Например, что она была замужем за двоюродным братом Марины Влади Или о том, что в молодости у нее был роман с режиссером Андреем Кончаловским Ирина Купченко появилась на свет 29 февраля 1948 года в Вене, где ее отец, военный летчик, проходил службу Однако, во всех документах записано, что актриса родилась 1 марта Как объясняла Ирина, родители сделали это специально, чтобы дочка могла праздновать свой день рождения ежегодно, а не раз в 4 года Раннее детство Ирины прошло в переездах Наконец, семья обосновалась в Киеве, где девочка пошла в школу Кроме того, еще в младших классах она сама отправилась во дворец пионеров и записалась в драмкружок и кружок операторов А еще я мечтала стать балериной Но была высокой, метр семьдесят пять, поэтому не сложилась Я очень страдала, ходила на низких каблуках, сутулилась, вспоминала актриса Расставшись с мечтой о балете, Купченко решила, что станет театральной актрисой Но родители были против и настояли, чтобы дочка получила серьезную профессию Поэтому сразу после школы Ирина поступила в Киевский университет на факультет иностранных языков Однако уже в первый год учебы в их семье произошли трагические события Один за другим ушли из жизни бабушка, дедушка и отец Оставшись вдвоем с дочерью, мать Ирины приняла решение переехать в Москву, где жили их родственники Оказавшись волею судьбы в столице, Ирина поняла, что такой шанс нельзя упускать И подала документы в театральное училище имени Щукина Фактурная внешность, неповторимый бархатный голос и талант девушки сделали свое дело Она с первой же попытки поступила на курс к знаменитым педагогам Борису Захаве и Мариане Тер Захаровой Еще учась в институте, Ирина стала много сниматься в кино Сперва только в массовках на Мосфильме Это помогало им с матерью сводить концы с концами Но однажды юная студентка ошиблась дверью и словно вытащила свой счастливый билет Та ошибка привела ее прямиком на прослушивание к режиссеру Андрону Кончаловскому И она, еще студентка, получила главную роль, сыграв Лизу в фильме «Дворянское гнездо» Режиссера поразил в ней тот редкий тип ускользающей красоты, который было очень сложно найти даже среди известных актрис Она никогда не рассказывала о том, что на самом деле их взаимная увлеченность друг другом Тогда вышла за рамки профессиональных отношений И на съемках между ними вспыхнул роман, яркий и скоротечный 30 лет спустя Кончаловский сам признался в этом в своей книге «Возвышающий обман» Роман наш оказался достаточно кратким К концу картины мы были просто друзьями Никогда не видел ни обиды, ни претензий, ни следов горечи на ее лице Хотя натура она интровертная Что переживает, что чувствует, не отгадаешь Впрочем, их остывшие чувства не помешали дальнейшей совместной работе Спустя год Купченко снялась в еще одном фильме Кончаловского дяди Вани А через 4 года в романсе о влюбленных На съемках «Дворянского гнезда» у Купченко был еще один поклонник Художник Николай Двигубский Но зная об отношениях Ирины с Кончаловским Он ничем не выдавал своих чувств И только когда роман актрисы и режиссера угас Двигубский понял, что пришло его время Николай Двигубский родился во Франции в семье эмигрантов Между прочим, он приходится двоюродным братом знаменитой Марине Владе Закончив в Париже Французскую академию художеств Николай в середине 50-х перебрался в СССР Познакомившись с Кончаловским Двигубский стал художником-постановщиком его некоторых фильмов Двигубский начал за ней ухаживать и даже сделал предложение А когда фильм вышел на экраны, они поженились Впрочем, вскоре Ирина поняла, что этот брак был ошибкой И через год молодожены развелись Тот образ, в котором актрису увидел Андрей Кончаловский Был настолько органичным для ее актерской и человеческой природы Что и другие режиссеры вслед за ним начали предлагать ей подобные роли Хрупких и нежных женщин из другой эпохи Которые, несмотря на внешнюю слабость, обладали сильным характером И способностью противостоять ударам судьбы Роль Лизы в «Дворянском гнезде» наложила отпечаток На всю ее дальнейшую актерскую судьбу Что сама актриса считала и большим везением, и невезением одновременно Она говорила, это действительно так Правда и к счастью, и к сожалению Потому что потом всю жизнь режиссеры меня эксплуатировали Именно в этом амплуа, в этом качестве, в этом образе Но и к счастью тоже, потому что это совсем неплохой образ Мне всегда интересно было играть Я играла женщин с трудной, сложной психологической судьбой Но где-то я как бы уже и устала Через определенное время мне захотелось сыграть кого-то другого Но режиссеры продолжали меня использовать именно в этом амплуа Как это режиссеры обычно и делают всегда Но несколько раз в жизни мне, правда, повезло Я сыграла в комедиях, вот у Рязанова, в забытой мелодии для флейты И в старых клячах, потом в обыкновенном чуде Так вот именно повезло, но всего несколько раз А так я всегда одно и то же играла Своего второго мужа Василия Ланового, Ирина Купченко Встретила в театре имени Вахтангова Куда пришла служить сразу после окончания училища На момент знакомства Ирине было 23, Василию 37 За его плечами уже было два несчастливых брака С актрисой Татьяной Самойловой он развелся, потому что та не хотела иметь детей А вторая супруга Василия, Тамара Зяблова, погибла в автокатастрофе вместе с их нерожденным ребенком Поначалу коллеги по театру не верили, что у Ланового и Купченко что-то получится Василий считался в коллективе первым донжуаном, а Ирине это никак не могло понравиться Но совсем скоро все смогли убедиться, что ошибались В 1972 году Василий и Ирина стали мужем и женой и прожили вместе почти 49 лет У пары родилось двое сыновей, Александр и Сергей Их назвали в честь любимых поэтов Ланового, Пушкина и Есенина В какой-то момент младший сын осчастливил родителей внучкой Анечкой Которая появилась на свет от случайного романа Девочка жила в Архангельске, но часто приезжала в Москву на каникулы Ирина Купченко и Василий Лановой с удовольствием водили ее по театрам В 2013 году в этой практически идеальной семье случилось настоящее горе От сердечного приступа скончался младший сын, 37-летний Сергей Лановой и Купченко были буквально убиты этим несчастьем Но стойко пережили утрату, поддерживая друг друга Они прожили в браке целых 49 лет Вплоть до конца жизни Василия Ланового, который умер в январе 2021 года От последствий коронавируса Роль жены великого артиста Ирина Купченко до сих пор считает главной в своей биографии Ирина Купченко по-прежнему играет в театре Вахтангова И продолжает сниматься в кино, радуя поклонников своего таланта новыми ролями